Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Апотин Александр, я врач-стоматолог, сейчас я и не в Москве и не на работе. Это видео я позаглавил как «Цивилизованные дистарбайтеры». Оно будет посвящено, так скажем, обзору и анализу ряда публикаций от пользователя в социальной сети ВКонтакте Артема Ленина. Об этом я попросил один из моих подписчиков на канале. Какая-то начинается складываться традиция, когда начинают просить обсуждать личности и персоналии. Давайте попробуем. По крайней мере, я постараюсь быть адекватным и перечислять и ссылаться только на имеющиеся факты. Об этом человеке известно мало. Я вообще сомневаюсь, что это действительная фамилия, потому что, в принципе, Ленин – это такая была партийная кличка у политического деятеля Владимира Ульянова Ленина. Отчество неизвестно у этого человека. Из фактов о его жизни, можно сказать, несколько. Он учился где-то в Москве, окончил медико-стоматологический университет Евдокимова, это МГМСУ. В одном из комментариев он как-то упомянул, что, в общем, служил срочником в пограничных войсках. Я очень в этом, правда, сомневаюсь. Вот. И на своем паблике он его ведет, он называется «Дентал день», или там что-то такое, что каждый день из стоматологии, он пытается обсуждать стоматологию вот как бы такую, как желтую прессу. Паблик наполнен просто какой-то дикой совершенно смесью таких желтожурналистских фотографий, там кто ковыряется в носу, кто там на выставке КЛАП показывает, кто у кого, значит, что там сосал с добивиры, кто с кем спал со стоматологами, какие звезды. Ну, в общем, просто дичь, на самом деле, абсолютно не диантологичные. Из публикаций, которые привлекло мое внимание, я бы отметил четыре. Одна из которых я начну из таких наиболее индикативных публикаций. Публикация, посвященная 9 мая. Помним, там, гордимся, можем повторить. 1945 год. СССР понес урон в объеме 23 миллионов убитых. Мы можем это повторить. Знаете, дальше обсуждать, в принципе, нечего. Ну, примерно интеллектуальный уровень этого человека, я думаю, что вы все сейчас на себя отметили. Следующее, значит, он долгое время жил в Германии. Я не буду обсуждать там никаких семейных вопросов, специально там, что произошло, почему он вдруг оказался в России, я сам этого не понимаю. И вот, появившись в России, он сообщает в одной из публикаций, что пора здесь, в информационной сфере, навести порядок. Многим засидевшимся на мешках денег и выжившим из ума стоматологам, руководителям, скоро придется подвинуться, потому что их ждет инфрация. Работает этот человек в журнале новая стоматология. Это филиал немецкого издательства, которое здесь в России уже находится 30 лет. Он занимает в этом издательстве должность специалиста по ключевым клиентам. Ну, ключевой клиент для издательства, вы будете, конечно, может быть удивлены, это ни в чем не автор. Ключевой клиент для издательства это реклама тратим. И вот, опираясь на свой, как он говорит, богатый опыт знания стоматологии европейской, он работает, на самом деле, это он думает, что он работает специалистом по ключевым клиентам, он работает менеджером по рекламе в журнале немецком. Значит, сам он в стоматологии не работал здесь, в России, как я понял. В Германии он подтвердить свой сертификат не смог, свой диплом, и там он тоже не работал по профессии врачом. Здесь, вернувшись, он тоже не работает врачом, он работает менеджером по рекламе в стоматологическом издательстве, ну, имея, якобы, какие-то обширные знания о европейской стоматологии. Ну, может быть. И вот человек без стоматологического опыта, без стоматологического статуса, портфолио, сообщает, что готовится, по его сведениям, какая-то иллюстрация, и людям здесь придется подвинуться в инфосфере. Мальчик, ты пойми, что мы здесь в инфосфере 30 лет, и, поверь мне, знаем, что такое информация, как ее создавать, как ее обрабатывать и анализировать. Что можно вообще публиковать на своего имиджа, а что не надо. Это, ну, мягко говоря, такое пускание мыльных пузырей, вот, разбивание щек ни о чем. Следующая публикация, вообще публикации в этом паблике у Артема Ленина, в них очень тяжело определяется личная позиция автора. Потому что зачастую в одну публикацию смешиваются, ну, несовместимые, несочетаемые, на самом деле, вещи. Пример этого – это признание компании мета экстремистской и вызывание к совести у стоматологов, пользующихся сетью ВКонтакте, сетью Фейсбук и Инстаграм, и приглашение их в ВКонтакте. О чем это? О какой совести идет о речь? Это информационный канал. В нем люди анализируют информацию, ищут для себя интересные кейсы. Никто не расценивает серьезное пользование сетью Фейсбук как, так скажем, экстремистские действия. Ну, в частности, замешивание сюда статков совести и ВПН – это, на самом деле, дешевый инфентивизм. И вот теперь я думаю, что мы можем перейти, собственно говоря, к теме цивилизованных гастарбайтеров, о которой меня и спрашивал мой подписчик. Такая вот публикация. В ней не очень много слов, она небольшая. Опять же, в ней смешано все несовместимое, и я потихонечку разберу эту публикацию. «Цивилизованные гастарбайтеры и уход Триэм с рынка». Об уходе компании Триэм с рынка РФ я сделал предыдущую свою публикацию. Я думаю, что я очень подробно вам описал, что это такое, и самое главное, что надо для себя решить. Именно для себя. Просто не покупайте ничего больше Триэм. Ушли, уши так ушли. Уши умерла, так умерла. А вот вторая часть о цивилизованных гастарбайтерах, я думаю, ее надо разобрать. Я бы сравнил это с тем, что человек случайно наступил на противопехотную мину. А сейчас мы попробуем его ножку аккуратненько с этой мины снять. Смешанные опять несовместимые понятия о том, что якобы будет как-то, ну, назовем это не Кашерна, что ли, россиянам учиться у менторов по стоматологии из ближневосточных республик, граничащих с Россией, так скажем, бывших республик СССР, Армении, Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан. Почему? Я вот здесь вообще никакой логической связи не вижу. Учиться можно и, так скажем, приветствуется и замечательно у любого человека, который обладает хоть толикой знаний больше, чем ты обладаешь сам. Невзирая ни на национальности, ни на этническую принадлежность, ни даже на язык, на котором он разговаривает. Потому что, в общем-то, высокий уровень стоматологии неразрывно связан практически сейчас с английским языком. И если лектор из Узбекистана владеет хорошим International English, я бы сам сходил и с удовольствием посмотрел, а что там в Узбекистане делают, так скажем, толковые, умелые стоматологи, и что они об этом могут рассказать. Если бы этот мальчик, Артём Ленин, сам бы работал хоть раз руками, смог бы накопить достаточное количество клинических примеров, и так как он блестяще владеет английским, что-нибудь об этом смог рассказать нам на английском, я бы с удовольствием и его послушал, мне было бы это интересно. Но, роняя вот такое зерно, дезрупции в наши ряды, между тем, что стоматологам из России придется учиться у гастарбайтеров, здесь он не понимает значение слова «гастарбайтеров». Он там долго жил в Германии, и, в общем-то, как бы нахватался каких-то слов. А смысла их так, видимо, и не понимает. Лектор, приезжая с учебной программой, работает в поле информационном. Он не работает клинически здесь. Ну, максимум, что он может провести клиническую демонстрацию какой-то операции. И то, это надо готовиться очень серьезно. Я не думаю, что лектора из восточных республик и стран Ближнего Востока сразу на это здесь пойдут. Работая на выставке в Дубае, я могу подтвердить, что сейчас самый быстро растущий стоматологический рынок – это Ближний Восток. За несколько лет они практически полностью отказались от лекторов из Европы и Америки и имеют реально очень сильный состав лекторский в своих странах – Персидского залива. Поучиться у них очень многим стоматологам из России будет не то, что не зазорно, а полезно и почетно. Поэтому в этом отношении Артем Ленин просто шляпа. Он не понимает, о чем он говорит. Так вот, лектор не является гастарбайтером. Он не приезжает сюда разгребать море работы, работая по более дешевой цене в клиническом поле. Поэтому, Артем, вы дефиниции получите, прежде чем что-то такое печатать публично. Вы просто позоритесь практически в каждой второй своей публикации на своей же, так скажем, публичной странице ВКонтакте, в которую вы приглашаете всех заходить и обсуждать стоматологию. Вот сейчас мы обсуждаем вас как явление в стоматологии, в такой вот мем, который я бы добавлю только несколько фактов сверху от себя. Задав ему несколько индикативных для меня вопросов о проекте «Правдивая стоматология», который ведет профессор Николай Николаевич Аболосов, я спросил Артем, говорю, а что вы думаете об этом проекте? Он в комментариях, вы можете зайти на его страницу, найти мои вопросы и почитать. Он считает, что этот проект очень важен, что в нем нужно привлекать специалистов по СММ и маркетингу, расширять аудиторию. Я говорю, это понятно, там уже работают маркетологи, которые сделали Николаю Николаевичу порно-сайт. А что вы думаете о содержимом? Это не профессиональный уровень, это уровень для пациентов, а качество этой информации. Ну, говорю, вы считаете, что Робердам необходим? Не всегда. Вот дальше, после этого, говоришь человеку, честно, вообще не о чем. Он считает, что Каффердам не всегда необходим. Я думаю, что, Артём, вам надо бы поехать и поучиться еще раз стоматологию, может быть, в странах Нижнего Востока. Считаете ли вы, что металлические коронки хороши? Да. Вот, то есть, пропитавшись вот этим фашизмом в Германии, человек считает, что для русских людей металлические коронки хороший вид протезы в боковой группе зубов. Это вот такая чистая балмазовщина, то есть, которую тут обсуждать дальше нечего. Какой вывод можно сделать? То есть, я бы окрестил вот это все, как стоматологический инвалид, у которого знания о стоматологии в его сознании стали фантомными, потому что ощущений в руках никогда не было. И вот все это выливается в виде таких вот абсолютно некачественных, бессмысленных публикаций в социальных сетях. Это, такие индивидуумы есть, их много, которые заваливают информационный фон, просто валом ненужной информации, просто чтобы в нем присутствовать. Это менеджер по рекламе в издательском доме. 15 лет назад издательский бизнес, можно сказать, практически умер от своей периодической прессии, до сих пор продают журналы 2012 года, которые для нас являются книгой будущего, потому что нас очень инвестируют в публицистике и профессиональной литературе стоматологии. Этот бизнес умер 15 лет назад. Что он в нем там ловит, он просто больше никуда, мягко говоря, не пристроен в этом сообществе профессионаля. Кого он пытается подвинуть, в информационном поле, не создавая ничего, а просто воруя клинические примеры и не считает должным это подписывать на своей странице, у кого он взял этот клинический пример, это уровень качества работы с информацией. Он, наверное, и в издательстве также работает. Но, в принципе, вот имея такого сотрудника в издательстве и будучи там где-то что-то за что-то отвечает за кадры, за имидж издательства, посмотрев на вот эту стену ВКонтакте, что там он напубликовал, я думаю, что этот мальчик не доработал бы до обеда в этот день, если бы я узнал, что он у меня работает и постит вот такую мерзость ВКонтакте. На этом все. Больше у меня никаких замечаний нет по этой персоналии Артем Ленин. Может быть, я в чем-то не прав, я с удовольствием встречусь лично и пообщаюсь, узнав, может быть, что-то новое. А может быть, радикально поменяв свое мнение, если это не так, и запишу другое видео. Но пока что этот уровень вот такой. И мой опыт общения с людьми и анализ информации говорит, что, скорее всего, он не поменяется. А можете поменять, но только в худшую сторону. Если у вас есть какие-то замечания, Артем, пожалуйста, публикуйте их в комментарии здесь. Можете нам что-то рассказать, если полезное. А лучше приведите в порядок свою стену. Смотрите, весь вот этот информационный вблевотель, который вы там разместили, и начните, если публиковать клинические примеры, то ссылаться на авторы, то изучайте, что такое кофердан. И встаете на долгий путь изучения работы с информацией, которая может быть в будущем и вас приведет на какие-то руководящие посты, когда вы сможете кого-то подвинуть, сделать что-то хорошее. А может быть, просто вернете в Германию и не будете здесь шуметь в информационном плане. Потому что пока что вы создаете просто белый шум. Комментарии любые приветствуются.